Друзья, приветствую! С вами Александр Демченко. Это означает, что вы на YouTube-каналах Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. У нас сегодня будет с вами чрезвычайно важная и интересная беседа. В день инаугурации Владимира Путина у нас в гостях профессор Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, Александр. Спасибо за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Друзья, перед тем, как мы начнём, традиционно я вас призываю подписываться на все наши YouTube-площадки. Пожалуйста, подпишитесь на YouTube-канал Валерия Соловьяна, все его социальные сети. Ссылки войдите здесь, ниже, в описании под этим видео. Ну и, конечно же, оставляйте как можно больше лайков и комментариев уже под этой нашей беседой. Не забывайте, пожалуйста. Валерий Дмитриевич, ну что, день инаугурации прошёл, и кто-то доприсягнул, что называется. И непонятно, кто это был. Кто присягнул, кто взошёл на трон, кто этот человек был? Ну, это глобальная афера. Вообще удивительно. На глазах у всего человечества разыгрывается комедия. Ну, я понимаю, что мои дорогие соотечественники, большей частью это, как говорил Богдан Титамир, people have it. Им уже на самом деле абсолютно всё равно. Если бы появился человек, совсем не похожий на покойного президента, они тут сказали, ну, ничего страшного. То, что он моложе, то, что он выше, ну так это хорошо, такой красавчик. Вообще умница. Мы его ценим и любим. Обратите внимание, что Запад просто стыдливо отворачивается и вот так, знаете, в ладошку посмеивается. Вот, приехали только самые надёжные стратегические союзники России. Надёжнее уже некуда. Лаос, я не помню, там, Гвинея-Бесау, по-моему. А вот есть такое замечательное украинское выражение, у меня мама его любила повторять, докорывался, доруководился. Вот этот авторитет России находится на небывалом уровне. На самом деле, Александр, это как раз нежелание, нежелание и Запада, и вообще мира в этом всём замазаться. Они пожимают плечами и думают, ну, слушайте, если вам это нравится, вот вам, гражданам России, если вы проголосовали за куклу-марионетку, если вы это всё за чистую монету принимаете, ну, почему мы должны с вами спорить и открывать вам глаза? Но сами мы в это вляпываться не хотим. Так давайте всё-таки скажем, кто взошёл на престол? Кто этот человек? Ну, это двойник президента, которого зовут Евгений Васильевич. Ну, это его подлинное имя и отчество. Сейчас он по паспорту, ему в декабре выправили новые документы, или в ноябре, я уже точно не помню. Он Владимир Владимирович Путин. То есть, с точки зрения такой, знаете, дурацкой правовой казуистики, он действительно Путин. Но другой, но это совершенно точно другая человеческая личность. Тогда возникает следующий логичный вопрос. А кто же тогда реально управляет Россией? Кто же получил власть или закрепил за собой власть сегодня, 7 мая 2024 года? Вот, Александр, это вопрос вопросов, потому что расстановка сил, баланс элитных группировок станет понятен только тогда, когда мы увидим и узнаем состав правительства. Потому что, если, допустим, до февраля, я довольно, до середины февраля, я очень уверенно говорил о том, что вот есть соглашение, а оно даже было, видимо, меморандума завизировано основными участниками Политбюро, или Политбюро 2.0, как его называют, соглашение, согласно которому пост премьер-министра получает Дмитрий Патрушев, который потом идет в президенты, досрочно, что все это должно было в этом году. Раздел портфелей, раздел сферы влияния, то сейчас непонятно абсолютно все. Абсолютно все. Потому что с середины февраля сформировалась противостоящая Патрушеву, очень сильная и влиятельная коалиция во главе с Чемизовым. Чемизов по влиянию не уступает Патрушеву, может быть, в некоторых аспектах и превосходит. Это глава Ростехов, который давний соратник Путина. Да, они все там давние соратники Путина. Ну, некоторые просто соратники, знаете, братья по оружию. Камерады, как немцы говорили, боевые товарищи. А некоторые просто друзья еще по секции дзюдо и по некоторым сомнительным увлечениям покойного президента. Крайне сомнительным. Но я их сейчас характеризовать не хочу. Два типа, два типа близких к нему людей. Ну, так вот, да, разделение произошло. Эти группировки, помимо этих двух основных коалиций, есть и помельче, но тоже обладающие влиянием. И, кстати, арест Тимура Иванова – это вот проявление этой борьбы. Она была вынесена на поверхность. И, кстати, арестовать-то собирались не Тимура Иванова, точнее, не только Тимура Иванова. И вышла борис к министра Шойгу. Одновременно или почти сразу же, по горящим следам. Ну, понятно, что раз дело, раз это не вышло сразу, по горящим следам, то Шойгу в который раз удалось сохранить, в общем, жизнь. Потому что в марте 22-го года, после начала так называемой специальной военной операции, точнее, крайне неудачного ее начала, жизнь Шойгу, в прямом смысле слова, висела на волоске. Вот в марте. И потом он в конце только 22-го года, даже в начале 23-го, вышел из опалы. Сейчас он снова в эту опалу попал, но он, по крайней мере, на свободе. Он взмолился о том, чтобы ему там сохранили жизнь, ему, его близким. А что дальше с ним будет? Ему сказали, что подумают. Непонятно. Вот непонятно. Ну, еще раз, есть такое правило, что если сразу этого не сделали, то у вас есть шансы выпутаться. Другое, что значит не сделали сразу. Одно дело ареста, другое дело, когда оторвался тромб и поразил там, я не знаю, богатырское сердце, холодную голову, что еще. Вот мне сказали, что вот этих отрывов тромба в ближайшем времени станет очень много. То есть это все просто так не закончится. Я к чему? Это иллюстрация к той борьбе, которая идет. И в зависимости от состава кабинета может получиться так, что никто не был удовлетворен. То есть это был компромисс, который никого не устраивает. И начнется борьба гораздо интенсивнее, чем сейчас, за то, чтобы не просто занять лучшие позиции, не за то, чтобы больше загробастить. Это другая ставка сейчас. Ставка – это верховная власть в России. Тогда у меня совершенно логичный вопрос. Во время инаугурации Путин или Евгений Васильевич, ну уже Путин по паспорту, правильно? Можно же его и так и называть. Он заявил следующее, что главное в России сейчас, это ключевое задание, ключевая задача, которую он поставил, не допустить внутренней смуты. Можно ли сказать действительно, что после инаугурации президента, которая свершилась, в России может вознировать госпереворот и в Кремле начнутся чистки? Да, я считаю, что это практически неизбежное развитие ситуации. Но это произойдет не сейчас, не в мае. Это, скорее всего, случится спустя несколько месяцев. К этому надо еще подойти. Но один из закономерных результатов, один и очень вероятный, не хочу сказать, что он неизбежен, что он предопределен, это что-то вроде государственного переворота. Это правда. А кто тогда сейчас на стороне тех, кто хочет убирать Путина? Вы знаете, хотят все. Другое дело, что в разные сроки, и главное, думают о разных заменах. Вот это ключевой вопрос, то есть кто его заменит. Я сказал, что есть коалиция, противостоящая Патрушева. Они не хотят видеть Дмитрия Патрушева ни премьер-министром, ни тем паче президентом. Они очень опасаются его отца. Почему я сказал, что это произошло все в феврале, а эта коалиция стала активничать? Это после убийства Навального. Они просто поняли, что и с ними так могут. Ну, какая разница, кто ты, министр или важный вельможа. Ну, с тобой легко же так могут поступить. Понимаете, яд он же не выбирает в зависимости от социальных позиций. Точно так же оторвется тромб, как у Алексея Навального. У него же действительно оторвался тромб. Другое дело, что вследствие отравления у него оторвался тромб. Вот эти люди напуганные. Они боятся усиления, чрезмерного усиления. Они знают, что этот повар умеет готовить острые блюда. Они не хотят национализации, потому что национализация уже началась в России. Она идет, она носит пока ползучий характер. Но Патрушев намечал в случае своего успеха начать массированную национализацию уже на рубеже весны-лето. Ну, то есть... Он бы убрал всех олигархов? Абрамовича, Потанина, Фридмана? Нет, нет не всех. И, по крайней мере, не сразу. С некоторыми бы он договорился. Более того, у него соглашение уже было. И оно действует с одним из самых влиятельных олигархов в России. Я не буду называть его фамилии. Потому что ему нужен консультант по национализированным активам. Потому что на базе активов национализированных предполагалось и предполагается создавать новые госкорпорации. Здесь очень важно обеспечить эффективность, сохранение эффективности управления. И нужны консультанты. Это с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы избавиться от сопротивления, потому что сопротивление в таком случае неизбежно, было решено разыграть казус Ходорковского, использовать. Когда Ходорковского в 2003 году арестовали, напугав всех олигархов. Им пришлось в прямом смысле слова, ну, нет, не в прямом, фигуральном, конечно, менять памперсы. Сейчас составлен тоже список из людей, которые подлежат изоляции, заключению в тюремные камеры, в том числе по обвинению в госизмене. И первым в этом списке оказался Владимир Потанин. Самый богатый человек России. И есть для этого очень веские основания, потому что он хочет перенести медное производство из России в Китай. То есть классическое основание для обвинения. Да, он разговаривается с китайцами. Да, и я там предвижу сейчас или во время просмотра восклицания ваших зрителей, да они же такие богатые, они всё могут купить. Нет, это неправда. Это неправда. Наплевать на их богатство. Вот это я хорошо знаю. Вот с ним что захотят, то и сделают. Никакие деньги не помогут. Никакие. В таких случаях не помогают. Хорошо. Кто же тогда входит в группировку с Чемизовым? С Чемизовым вот как раз большая часть олигархов, да, но они, понятно, тяготуют к нему. Потому что Чемизов, он не сторонник массированной национализации. Он сторонник более спокойных, прагматичных подходов. Он не сторонник заключения мира с Украиной на тех жёстких условиях, которые предлагает Патрушеву. Он сторонник более широкого и гибкого подхода. То есть он во всём выглядит, ну, знаете, ну, давайте такую историческую аналогию проведём. Берия и Хрущев. Она, конечно, не полная, эта аналогия, но, я думаю, она понятна. Хотя Берия на самом деле не был сторонником в 50-е годы жёстких подходов к экономике. Он, наоборот, был очень реалистичен. Я имею в виду по некому стилю. Вот один, значит, маршал госбезопасности, а второй выходил... Ну, один, условно, за Третью мировую, а второй за Оттепель. Да, да, если хотите так. Да, один сторонник жёсткого курса, продолжение его, превращение страны в технотронный концлагерь, использование китайской модели, Патрушев её восторгается, цифровизация поможет всё контролировать. А второй нет. Вот более чем существенное различие. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И ещё много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А ещё там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И ещё много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим ещё. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Валерий Дмитриевич, а есть ли двойник-двойники у Евгения Васильевича Путина? Да, есть. Есть ещё один двойник. С ним сейчас интерактивно работают. Но он пока не может в полном объёме замещать президента. Всегда было два двойника. Всегда два. Но был основной и был такой технический, которого использовали для проходок. И там, где надо было просто торговать даже не лицом, а скорее телом, но при этом не надо было говорить и показывать лицо. Их всегда было два. Вот сейчас есть ещё. Ну, то есть, Путин там в морозилке до сих пор. Ну, уже в специальной медицинской камере лежит. Вот есть два двойника. Потому что очень боятся. Этот двойник – это главное сейчас достояние России, Александр. Что вдруг с ним что-то случится? Всего? Все идеи преемственности власти, сохранения режима – всё пойдёт под откос. Поэтому надо, конечно, второго иметь ещё на всякий случай. А сколько людей охраняет вот этого двойника Евгения Васильевича, его двойника и, соответственно, холодильник с Путиным? Я не знаю, сколько, но охраняют очень тщательно. Это особо охраняемые объекты. Во-первых, сам Евгений Васильевич, да, играющий роль Путина, он находится постоянно в состоянии под домашним арестом. То есть вот, ну а как ещё? Чтобы он никому никаких сигналов не подавал, чтобы с ним ничего не случилось. Он-то моложе покойника лет на 8-10, и у него гораздо лучшее состояние здоровья, но тем не менее есть проблемы. У него одинома простаты, его недавно оперировали, там ещё какие-то болячки. Ну, соответственно, возрасту это так. Хотя, может быть, даже… Ну, в общем, он неплохой в физической форме. Ну, с него там буквально пушинки сдувают. Но тем не менее очень боятся каких-то неконтролируемых действий с его стороны. Он, знаете, не дюжинного интеллекта, но я бы выразился ещё более определённо. Ну, есть такое замечательное выражение у наших англосаксонских братьев – «Судьба бросила вызов». Вот судьба ему бросила вызов по этой части, по интеллектуальной. Непреодолимый вызов. Вот, в общем, боятся, чтобы он какую-нибудь от себя тяну не понёс о кинеи. У него же это периодически случалось, когда вдруг он отходил от сценария написанного и проявлял какой-то интерес к чему-то. Кстати, сегодня патриарх Кирилл сказал, как сказал он, он ответил так, «Я дерзновенно хочу вам сказать, Владимир Владимирович Путин, что я желаю вам, чтобы до скончания вашего века вы были у власти». Как-то так это всё произошло. Вот интересно, какой шифр передал Кирилл? Это Кирилл, он знает, с кем он имеет дело. Это вполне себе иезуитский намёк. Вполне себе. Он прекрасно понимает, что как только этот человек отходит от власти, он как опасный свидетель уже никому не нужен. Но сам-то, конечно, двойник надеется, что всё у него будет замечательно. Ему же просто пообещали, когда на эту роль заманивали, это было несколько лет тому назад, пообещали баснословный гонорар. Просто баснословный, в размере 5 миллиардов долларов. Я думаю, что любой нормальный человек, Александр, когда бы услышал такое предложение, понял, что тебя хотят обмануть. Никто тебе никогда здравом умеет, твёрдой памяти, таких денег не заплатит. Я бы понял, 50 миллионов, ну хорошо, 100. В конце концов, Такеру по сообщениям хорошо информированных источников заплатили по 200 миллионов баксов. за вот это. Такер Карл Сану. Да. Да. Вот. Ну, это 4... А заплатили за что? За то, чтобы он приехал в Россию и взял интервью? За интервью, да, вот за интервью. Эффект от него оказался, ну, выхлоп не таким уж значительным. Да, никакая там изоляция не была прорвана и прервана, естественно. Ну, Сана, он выставил... Он не хотел, он просто, как мне рассказывали, он выставил требование, которое казалось запретительно высоким. Вот такой гонорар. Ну, хорошо, без проблем. А интервью с Дугиным входило в пакет? Я не знаю. Я не думаю, что о Дугине кто-то всерьез договаривался. Ну, если он здесь оказался, то почему бы не взять? Знаете, это вот как в советское время называлось «в нагрузку». Вот значит, ты там покупаешь, условно, тебе дают палку сухой колбасы, продалось там в наборе, а в нагрузку, я уже не помню, там, а ну, допустим, какая-нибудь не гречка, а какое-нибудь детское питание или что-нибудь в таком духе. Или печень триски. Валерий Дмитриевич, вот вы сказали, что Путину предложили, точнее, вот этому двойнику Евгению Васильевичу предложили огромное количество денег, но он на содержании, есть какой-то оклад месячный, который он получает? Ему платят? Ну, и формально существует президентский оклад, да. Я не помню, сколько он в России сейчас составляет, по 5 миллионов рублей в месяц, я не помню. Но фактически ему не нужны деньги, он находится полностью на государственном содержании. Он, наверное, ну, Путин-то он даже и забыл, как эти деньги выглядят. А тогда к чему готовится тот второй двойник? К чему его готовят? Вот, например, понимаете, я почему спрашиваю? Это интересно, потому что некоторых двойников Сталина готовили изначально к покушениям. Мы знаем эти истории. Да, и на этот случай готовят, потому что риск покушения существует, хотя очень хорошая охрана. То есть охрана двойника – это охрана Путина. У Путина она была, наверное, лучшая в мире, у покойного Путина. То есть достать его было практически невозможно. Практически невозможно. Ну, это вот такая же охрана, ну, точно такая. Его охраняют точно так же. Но, тем не менее, риск сохраняется, потому что есть яды. Был случай воздействия, он действительно был. Был случай воздействия, была имитация покушения. Реально покушения на него никогда не было, на покойника. Вот, несмотря на то, что любят говорить, рассказывать, никогда. То есть на стадии ещё замысла всё предотвращалось. На стадии замысла. Не подготовки даже, а вот фактически, когда от замысла хотели перейти к каким-то практическим шагам по подготовке. Всё предотвращалось. Но была имитация, и было воздействие на него оказано. Когда он получил один из подарков, один из подарков от близких ему людей, и вдруг выяснилось, что этот подарок оказывает очень сильное негативное воздействие на его здоровье. Это было, сейчас вам скажу, в позапрошлом году. Поэтому всегда существуют риски. Значит, надо минимизировать. Ну, это естественно. То есть, получается, двойник Путина, в случае чего, двойник двойника Путина, в случае чего, должен умереть. Ну, как получится. Никто его к смерти не готовит, и никто же ему этого не скажет, правда? Если вы скажете человеку, что ты должен жизнь свою положить, ну, помните, как, так сказать, место встречи изменить нельзя. Говорит, я с этой сберкнижкой под пули полезу. Вот она мне душу. Что же я ему скажу? Нет, под пули, ты, конечно, полезу, но чтобы сберкнижка душу грела. Если ему скажут, что эта сберкнижка не поможет, не защитит и не потребуется, ну, какие мотивы будут у человека? Тем более, они знают, что один двойник был убит. Он был убит. Это было в тот момент, когда был убит глава МЧС генерал Зиничев. Его обвинили в попытке подготовки к государственному перевороту. Как раз Зиничева обвинили. Он не пал жертвой несчастного случая. И он был расстрелян вместе со своими охранниками. Это не тот, который лазил в горы? Да, да, да. Вот на плато Путара. Которому потом этот двойник Путин приходил и целовал его в лоб во время прощания? Да, совершенно верно. И считал, что он всех... Нет, пришел настоящий тогда Путин. Но двойника, который был основным двойником, тогда убили. Потому что подозревали, что он тоже может принять участие. Ну, это такая, знаете, очень мрачная история, фантасмагорическая. То есть в духе Романова Александра Дюма. Ну, а все абсолютная реальность. Абсолютная. Потому что, живя в России, еще чему-то удивляться. Меня удивляют люди, которые еще чему-то здесь удивляются. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Балерий Дмитриевич, я никак не могу понять. Вот Путин настоящий лежит в холодильнике. Зачем его хранят в этом холодильнике? Что бы что? В чем смысл? Я не знаю. Смысла нет. Может быть, какие-то цели. Может быть, хотят в каком-то обряде его. Его хотели сжечь. Была такая идея. Но передумали. То есть, хотели тело ликвидировать, чтобы не похоронить, а именно сжечь. Чтобы вообще ничего не осталось. Да. Ну и там и прах развеять. То есть... Ну нет, отказались. Поэтому он до сих пор лежит в холодильнике под тщательно охраняемым. И никуда не вывозят из Валдайской резиденции. Там же, по иронии судьбы, Кабаева тоже там живет, понимаете, с детьми совместными. Хорошо. А кто же будет следующим в холодильнике после Путина? Я не берусь судить. Я не думаю, что кого-то еще надо будет хоронить. Когда они начнут друг с другом меряться, отнюдь не тестикулами, а вот ресурсами и стремлением победить, то головы полетят налево и направо. Я почему спрашиваю? Потому что несколько месяцев назад вы сказали, сенсационная новость тогда была озвучена вами, что у Патрушева-старшего тоже есть смертельное заболевание. Ну, это не секрет. Нет, оно не смертельное. Давайте уточним. У него рак, да, ну, рак, находящийся в состоянии ремиссии. А рак чего? Простата, если меня память не изменяет. Ну, это обычная, в общем, ну, необычная, нередко встречающаяся у мужчин определенного возраста, определенного образа жизни, заболевания. Причем сам Патрушев ведет очень аскетический образ жизни. То есть, он этим скрепам соответствует, сторонникам и пропагандистам коих является. У него все как раз нормально. То есть, он гораздо был здоровее Путина. Хотя формально старше, фактически они одного возраста были. Друзья, спасибо большое, что остались на всех наших вот этих вот ютуб-площадках. Дмитрий Городон, гостях у Городона. Подписывайтесь, подписывайтесь, пожалуйста, на ютуб-канал Валерия Соловьяна, все его социальные сети. Ссылки вернитесь здесь, ниже в описании. Ставьте как можно больше лайков и комментариев уже под этой нашей беседой. Валерий Дмитриевич, хочу поговорить с вами немножко о других событиях, которые связаны с инаугурацией. Ну, вот, например, фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, Мария Певчих и ее коллеги сделали очередное расследование вместе с созданием проект относительно вот этой вот строящейся резиденции тайного дворца Владимира Путина в Геленджике. И оказалось, что оно все уже построено, есть там эта аквадискотека, есть там закрытый тир, огромное хоккейное какое-то пространство, комплекс, ну и, конечно же, люстры по 50 миллионов рублей. Все это обходится России в миллиарды и в миллиарды рублей, если не долларов. Но самый ключевой вопрос к вам. А Путин и его вот эти вот сотоварищи, двойник этот Путин и его сотоварищи, испугались, что в очередной раз, спустя три года, кто-то залез, снова пофотографировал, снова все снял, снова получил новые планы и спокойно это все дело выложил? Нет, это никого не пугает и никого не занимает. Более того, это делается вполне намеренно, но намеренно не в том смысле, чтобы там запустить дезинформацию. Нет, намеренно в совсем другом смысле. Это освоение бюджета. Ведь сначала было построено здание, потом оно было доведено до уровня интерьеров, потом все интерьеры пришлось отдирать, потому что там грибок завелся. Понимаете, под все это дело бизнесмены скидывались деньгами. Но это же просто золотое дно, золотое дно. Вот сейчас, значит, они там его довели якобы до лума, потом могут снова все разрушить внутри. Это вообще не проблема. Ну, кстати, вот вы сказали разрушить, а ведь действительно тогда, три года назад, когда появилась эта информация, я уже не знаю, кто Путин или кто другой, дали распоряжение, чтобы перестраивать, переформатировать все это здание, перестроить его, стены заново там поменять, условно покрасить их или разрушить, потому что искали жучки, прослушивающие другие устройства, другую аппаратуру. Сейчас тоже будет дано, как вы думаете, задание все перестроить? Я не знаю, что будет дано. Это на самом деле никакого значения не имеет. Разоблачение никого в российской власти не трогает. Общество они тоже никак не задевают. Это людям интересно посмотреть. Но людей всегда интересует, как живут богатые, сильные мира сего. Вне зависимости от того, кто ты политик, футболист, поп-звезда. Это всегда интересно. Более ничего. Кто проник? А? Кто же проник? Нет, никто жить вообще не будет. Никто не собирается там жить. Нет, кто проник в это здание? Кто это... А, я не знаю, понятия не имею. Допускаю, что намеренно информация была слита. Это вполне реально. Знаете, когда что-то хотят скрыть, поверьте, это очень хорошо скрывают. Это очень хорошо. В России это умеют. Не стоит думать, что если в деле задействованы десятки, сотни людей, информация просочится. Нет, потому что люди знают, что ты можешь внезапно скончаться. И что ты находишься под контролем. И этот контроль реально осуществляется в Российской Федерации. Всё, что вы говорите дома, где бы вы ни говорили, всё об этом всё знают. Поэтому вы даже родным и близким не заикнётесь ни о чём. Ну вот у Сталина, вы знаете, это прекрасно, была аэрофобия. Он тоже строил подобные резиденции. Ему строили зелёного цвета, правда, для того, чтобы они сливались с окружающей средой. Путин тоже строит, правда, серого. И мы видим, что в ряде регионов России действительно у него резиденции серого цвета. Такие сероватые чуть-чуть. Но у Сталина была аэрофобия. Он переходил ночью из комнаты в комнату, потому что боялся находиться в каком-то большом помещении. Каждый божий день он менял. Путин чего-то боится, потому что я тоже заметил у него огромное количество комнат постоянно во всех его резиденциях. А покойник, да, он очень боялся. Он пытался играть мачо, изображать. На самом деле, как мне сказали, человеком он... Ну, рассказывали люди, которые его очень неплохо знали, близко общались с ним. Он был довольно робким. И вот это, вы знаете прекрасно, что нарочитая брутальность, вот нарочитая брутальность, вот этот мачизм, это очень часто компенсация глубоких внутренних комплексов. В данном случае так и было. Да, он боялся. Он боялся покушения. Он очень боялся покушения. Он очень боялся того, что его обманут, что им манипулируют. И благодаря этому знанию им манипулировали. То есть, ну, помните, на всякую хитрую найдётся там, значит, с левой резьбой. Ну, вот что-то в таком духе. Им переманипулировали. То есть, он очень боялся манипулирования. И благодаря этому на него влияли. То есть, создавали ситуацию, при которой он подумал, что на него пытаются повлиять в определённом направлении. Принимал прямо противоположные решения, в котором и были заинтересованы те люди, которые создавали эту ситуацию. Вот интересно, я посмотрел список вот этих вот профессий, список людей, которые находятся или должны находиться на территории резиденции Тайного дворца Путина. 12 там работниц, уборщиц, там отдельно прачки, отдельно там 20 слишком садовников. Но меня удивило вот что. Специалист-герпетолог, это натуралист, врач, который изучает и лечит змей, жаб, ящериц. Один человек. Я не могу понять, зачем он там, к чему такой интерес к герпетологам. Я не знаю. Возможно, потому, что в тех краях встречаются змеи и какие-то пресмыкающиеся. Вот в этом вызвано наличие такой вакансии в штатном расписании. Вполне возможно. Я не слышал, чтобы покойник питал какие-то симпатии к змеям. Ничего подобного, по-моему, не было. Ну, тогда еще одна новость, которая на этой неделе промелькнула, как раз перед инаугурацией. наверное, слышали и читали, что друг покойного премьер-министра Италии Сильвьер Бервускони, сенатор от его партии «Вперед Италия» Фабрицо Чикито, вот я читаю, сейчас что правильно все произнести, в 2013 году он рассказывал, что была эта встреча. Приглашал Путин к Бервускони, они пошли на охоту. Бервускони якобы до этого никогда не ходил на охоту, не стрелял в животных, Путин ему вручил ружье, тот отказался стрелять, Путин выстрелил в оленя, потом пришел, четвертовал его, вытащил сердце, положили это сердце на поднос, Путин попросил приготовить это все дело, но Бервускони вырвал и потом рассказал всю эту историю своему другу-сенатору. И, конечно же, меня интересует, действительно ли Путин участвовал, тот старый Путин, в этих всех странных таких охотах, четвертовал ли он животных, была ли у него такая тяга подобным вещам? Да, я обратил внимание на этот эпизод, и он мне показался, честно говоря, неправдоподобным. Почему? Потому что, насколько мне известно, сам Путин таких вещей не делал. Это сам Путин. Это могли егеря сделать, люди, которым помогали. да, он мог, допустим, во время обрядов, когда проводили в тайге оккультные обряды с шаманами, он мог пригубить кровь. Он пригубливал, это правда. Но вот чтобы самому так четвертовать, полосовать, я не слышал. Ну, я думаю, что я постараюсь расспросить людей, которые лучше меня осведомлены о таких вещах, что они скажут. А зачем он ходил к шаманам? И продолжает ходить уже новый, кстати, товарищ. Вы знаете, новый он в храм заходил. А старый он был очень суеверным человеком. Знаете, он всерьез полагал, но не исключал, я уж не берусь судить, насколько серьезно, что в Киеве хранится гравль. Ему несколько раз в аналитических записках докладывалось, что по некоторым предположениям Грааль оказался в Киево-Печерской лавре. Но там указывалась собственно не Киево-Печерская лавра, а в подземельях под Киевом. И это, кстати, было одним из мотивов, одним из мотивов, которые обуславливали его политику по отношению к Украине, потому что это было глубоко личное дело, глубоко личное. Это никак не связано с пресловутым украинским нацизмом, бандеровцами, нет. Там было очень-очень много личного. Ну и, значит, вообще очень суеверный человек в эти вещи он верил. Это первое. Второе. Понимаете, ведь власть на него свалилась фактически чудом. Что бы они показывали какие-то фильмы, никто не мог вообразить, в первую очередь он сам, что он сможет встать во главе России. Для него максимум мое мечтание это было кресло директора Газпрома, главы Газпрома. Что еще надо для того, чтобы жизнь удалась. И вот представьте себе, он становится президентом. Его друзья, которые, в общем, тоже ничего особого в жизни своей не добились. Ну, так, средний уровень. Я бы сказал, средняя постсоветская буржуазия. А один там вообще в тренировочных шароварах крышевал ларечки в Петербурге. И вот на вас все это свалилось. Вам надо с этим научиться жить, осмыслить, почему ты произошел. Рационально признать, что на меня свалилось такое счастье. Знаете, как там птичка покакала, это была хорошая примета, я разбогател. Вот так. Или я вечером не свистел, я в доме не свистел, а вечером не выносил бусор. Вот секрет нет. Надо же как-то объяснить. Объясните, значит, внутренняя потребность в том, что ты избран, для чего ты великого. Объяснить это рационально невозможно. Вы ищете объяснение на оккультно-мистических путях. Он стал искать, он обращался к разного рода старцам, разного рода предсказателям, к шаманам. И ему один раз очень повезло. Это удивительная совершенно история, но она обусловила его тягу к таким оккультно-мистическим сюжетам и к поиску таких людей. Его свели с человеком, который действительно мог предсказывать будущее со стопроцентной точностью. Поначалу, когда ему этого человека порекомендовали, он отнесся со скепсисом, но потом он с удивлением обнаружил, что всё то, что этот человек говорит о будущем, сбывается. Он стал обращаться к нему по меньшей мере раз в неделю, порою два раза в неделю. И это продолжалось с 2003 по 2006 или 2007 год. Обратите внимание, это пик удачливости Путина, удачливости, везения, когда казалось, что всё к нему в руки так и прёт. Во многом, если не в первую очередь, это было следствием вот этих предсказаний. Я интересовался, я знаю, что это за человек, его нет живых, он скончался в силу естественных причин, то есть, его никто не убил. Мне сказали, что никакого объяснения мы дать не можем. Его не существует на путях современной науки. Наверное, оно есть, вполне рациональное, вполне научное. Мы просто не знаем. Что-то мне там объясняли, как это связано было с квантовой, ну, в рамках там квантовой механики, это, говорит, вот такой под... И после этого, вот после этого пика удачивости на протяжении нескольких лет, он думал, что он может найти альтернативу. Замена. И его царедворцы, они ему стали эту замену искать. Один, кстати, вот его кума украинский, да, он привозил шамана из Абазонии. Это, сейчас я вам скажу, было в 19-м году. Медведчук. Шамана проинструктировали, что он должен сказать вождю и кто должен стать будущим президентом Украины. Естественно, вождь не очень, ну, со скепсисом уже, значит, и Сурков к нему привозил, Шойгову возил в Сибирь. Каждый раз, когда они летали в Сибирь, в Тувурию, в Хакасию, они встречались с шаманами, но эти шаманы это бывшие партийные профсоюзные работники. Они просто переквалифицировались. Там были оккультисты, некоторых я даже знаю по именам, я их просто не буду называть. Там происходили совершенно фантастические. Он искал, он постоянно находился в поиске. И вот, опять же, не хочу сказать, что шаманы сыграли роковую роль, но за две недели или за декаду до начала так называемой специальной военной операции ему, значит, совершили обряд прилетели шаманы из Тувы, совершили обряд. Уже не в тайге, он плохо себя чувствовал, уже летать не мог далеко, ему было очень тяжело. Рак развивался и, в общем, довольно успешно развивался. Они ему обещали и грандиозную победу, и великую славу властителя всего мира. Когда всё это не оправдалось, головы этих шаманов головы этих шаманов были найдены у тех домов, где они жили. Естественно, Сергей Кужугетович Шойгу испытывал, вы понимаете, какие эмоции. Он же вместе с ним ходил. Декапитацию вряд ли бы с ним сделали, то есть голову вряд ли бы, но богатырское сердце могло не выдержать. Он там под богом ходил, что называется. Понял вдруг, что это... А ему обещали что они сожгли, сейчас вам скажу, орла сожгли, да, или что-то, или какую-то... Я уже не помню. Они там, по-моему, даже двух животных принесли в жертву. Значит, увидели вот в этом облаке дыма орла. Значит, орёл это власть, я ему сказал, вот, ты начнёшь власть над всем миром. Ну, понятно, что в этом деле был крайне заинтересован Шойгу. Понятно. Путин ему несколько раз говорил, что, мол, если ты станешь маршалом Победы, я тебе сделаю своим приемником. Я не хочу сказать, что если бы этого не было, операция против Украины не началась. Она уже была предрешена. Она была предрешена уже в декабре 21-го года. Я об этом публично говорил и называл сроки. Но это придало Путину, я бы сказал, дополнительной дерзости. И он изменил план операции. Это очень важно. Он полностью отказался от плана, который разработал Валерий Герасимов. Тот план был совершенно построен на иных предпосылок, как и иных принципах. Он не предполагал наземного вторжения в Украину. Он предполагал нанесение ударов на протяжении трёх недель. Трёх-четырёх недель. Вот всё то, что потом развивалось на протяжении лет, энергетическая инфраструктура и прочее, всё это планировали, имея довольно большой запас и ракет, и бомб, и всего-всего, сделать в течение, вложиться в 3-4 недели, а потом посмотреть на реакцию Украины. И вот Путин сказал, нет, мы сразу со всех направлений, будет грандиозная победа, Киев через трое суток окажется у моих ног, может, гопак плясать и не будут, но хлебом с солью точно встретят благодарные украинцы. Вот это, видимо, сыграло против него, то есть, сформировало облегчённое восприятие того, что может произойти. Хотя тот же Патрушев, он говорил, он был противником, не надо, не надо, мы не готовы, это всё будет непросто. Герасимов тоже был не в восторге. Почему Герасимов боялся наземной операции? Он знал, к чему это может привести. Он боялся. Вот сейчас стали размахивать ядерной дубинкой. Вытащили штанов, стали размахивать ядерной дубинкой и рассказывать, что будут сейчас проводить учения с применением технического ядерного вооружения. Чего бояться? И почему такое решение было принято? Это пока всё словесная риторика. Это вербальные аргументы. В реальности решения о применении тактического ядерного оружия нет. При Путине эта вероятность была гораздо выше. Я могу вам сказать, что в конце марта, где-то в конце или в середине марта, когда шли истамбульские переговоры, всё висело на волоске, что было на распоряжение готовиться к использованию тактического ядерного оружия с тем, чтобы снабдить переговорщиков дополнительными аргументами. На волоске висело, Александр. Это очень важно понимать. Там чудом удалось остановить это. Вот просто чудом. Причём там были люди, которые это останавливали, они пострадали. Они лишились своих должностей, я знаю. Но тем не менее они спасли, ну я думаю, не только Украину, возможно и мир спасли. Ну Европу по крайней мере. не спасли. Сейчас риски на самом деле ниже. Риски ниже. Потому что Патрушев, он не сторонник. Ядерный чемоданчик контролируется Патрушевым. Он не сторонник использования ядерного оружия. Все члены политбюро тоже не сторонники. Понимаете, ну никто, вот одно дело Путин, тяжело больной человек. И вот это типичное, ну я думаю, врачи согласятся, они много, чего на все еще отговорили, вот к состоянию ракового больного, который знает, что он уходит. Ну я ухожу, а мир остается. Ну как же так? Может быть, унести его с собой в конце концов. Нет, эти люди настроены иначе, понимаете? Они не хотят оказаться ни в раю, ни в подземных убежищах, там в Ямантау или в горном Алтае, где основное убежище, вот, относительно недалеко от Китая. Там основное убежище, но их несколько. Они не хотят там вообще быть, жить там месяцами, годами. Ну зачем это? Поэтому риск, естественно, есть, потому что тяжелая, ожесточенная конфронтация. Вмешиваются постоянные дополнительные элементы. Но пока это, по счастью, для нас риторика. Риторика. Другое дело, что всегда существует, вы понимаете, возможность непредвиденного развития ситуации. Вот этого забывать нельзя. Я могу сказать, что рассматривалось в качестве мишени. Мосты через Днепр рассматривались в качестве мишени и пустынные части Херсонской и Николаевской областей. Там, вы знаете, фактически пустыня на территории Украины. Вот это рассматривалось в качестве возможных мишеней для использования тактической агерного оружия. Валерий Дмитриевич, у Евгения Васильевича ныне Путина уже, у него есть какие-то болезни, связанные с извращениями. Вот он любит какие-то извращения, к чему-то тяготит? Нет, мне говорят, что на сей счет он вполне себе нормальный мужчина. Нормальный. Кстати, говорят, вот в своей прошлой жизни он был довольно любвеобилен и он автомобилист, но он поклонник советского автопрома. Ну, кстати, интересно, он же из Беларуси, Евгений Васильевич. И вот интересно, действительно, ненавидит ли он, как и старый, Путин и Лукашенко? Хочет ли он его прикончить? Я не думаю, что он вообще мыслит в этих категориях, понимаете? А Лукашенко знает, с кем он общается? Да, прекрасно знает. Он прекрасно знает. Поэтому он смотрит, как солдат на вожжи. Но, понимаете, вопрос уже он решает не с двойником, он решает с Патрушевым, а Патрушев недолюбливает Лукашенко. Они все его недолюбливали. Это Лукашенко мог влиять на того, покойного Путина. Тот испытывал по отношению к нему, знаете, такие странные чувства. С одной стороны он смеялся над ним, называл колхозником, я говорил, картофельным лосем называл, он такое прозвище дал. А с другой стороны Лукашенко его вводил вокруг пальца постоянно. Он как-то расплывался, верил его обещаниям, говорит, Владимир Владимирович, да мы же с вами плечом к плечу стоим против всего мира. На кого же вы? И тот говорит, ну да, еще кредит дадим тогда. Еще дадим кредит. И сколько раз окружение Путина надеяло, что он сейчас возьмет его заглотку, этого картофельного лося, что это всем ужасно надоело. Что Лукашенко, знаете, вот с этой своей колхозной хитростью, он крем вокруг пальца водил много-много лет, десятки лет. Но Путин никак не решал спокойник. Вот те, кто сейчас, им просто не до Лукашенко сейчас, понимаете? Им не до Лукашенко. Сейчас идет битва за Кремль. Не за Донбасс, очень важно понимать, чтобы вы поняли, Александр, и чтобы вы поняли зрители. Они вообще не обсуждают конфронтацию с Украиной. Их интересует только одно, что будет с властью в России. Если очень коротко, несколько минут до конца эфира, а что происходит сейчас с Кабаевой? Да ничего. Значит, после паузы она обрела счастье в личной жизни. У нее там фаворит офицер ФСО. Говорят, дети покойного его чуть ли не папой называют. И все хорошо. Все хорошо. Друзья, спасибо большое, что все это время были с нами, провели его. Пожалуйста, ставились на всех наших ютуб-площадках. Дмитрий Гордон в гостях. У Гордона пришлись, пожалуйста, на ютуб-канал Валерия Соловья и на все его социальные сети. Ссылки вернете здесь ниже в описании перед этим видео. Ставьте, как можно больше лайков и комментариев. Не забывайте. Валерий Дмитриевич, спасибо большое, что были с нами. Спасибо вам, Александр. Друзья, до новых встреч. Кликайте на колокольчик, не забывайте подписываться на все наши ютуб-площадки, чтобы получать дальнейшие уведомления. Кликайте на колокольчик, пожалуйста. До новых встреч. Пока. Всего хорошего, до свидания.